Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги дня охраны труда. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 6 энергоблоков, 1 энергоблок в холодном резерве. Фактическая выработка на сегодня на утро составляет 25 093 мегаватта. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Три энергоблока в работе, суммарная мощность 2924 мегаватта. За 28 дней июня энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,8 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 92 миллиона киловатт-часов. С начала года выработка составила 10,1 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 176 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС, как и на всех предприятиях Росатома, сохранение жизни и здоровья работников – важнейший приоритет производственной деятельности. На этом в очередной раз было акцентировано внимание на совещании с участием директора Павла Лубенского, посвященном подведению итогов дня охраны труда и единого дня охраны труда электроэнергетического дивизиона. Во всех подразделениях в рамках запланированных обходов дня охраны труда были выполнены обходы. Руководителями станции выявлены замечания, переданы в подразделения для устранения. Что хотелось бы отметить, в последнее время мы в рамках совершенствования своей работы показываем уже вопросы оценки рисков от тех замечаний, которые выявляются при проведении обходов, нацеливаем руководителей и работников на необходимость более внимательно относиться к идентификации опасности и оценке рисков при выявлении замечаний. Это веление времени, это веление той работы, которая проводится полностью в госкорпорации, в концерне Росэнергоатом. И мы, конечно, находимся в таком режиме работы, чтобы уже не отставать и соответствовать требованиям мероприятий. С этой целью мы и будем двигаться дальше. Как всегда, будем выполнять работы на хорошем уровне. В целом, состояние безопасности атомной станции отмечено как в регионе, так и в концерне Росэнергоатом. В России законодательно закреплено, что охрана труда имеет приоритет над производственными показателями. То есть все мы, уходя на работу, нас ждут дома семья, дети, родители. Поэтому, значит, задача обеспечения охраны труда является приоритетной не только во всем нашей России, но и на Смоленской атомной станции. Ну, отсюда и проистекают те задачи, которые перед нами стоят в области охраны труда и те цели, которые мы перед собой ставим. Охрана труда – это приоритетное основное направление во всей производственной деятельности нашей организации. Специалисты осуществляют контроль за состоянием охраны труда в подразделениях нашей организации, а также в подрядных организациях, которые выполняют работы на нашей территории. Но основным показателем в области охраны труда является отсутствие несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний. Корпоративная академия «Росатома» реализует проект «Росатом для Росатома». Его цель – сохранить уникальные знания, накопленные в отрасли, и сделать их доступными для каждого сотрудника. Участники проекта могут выбрать различные форматы обучения других, такие как публичные выступления, статьи, динамическая инфографика, говорящие презентации, подкасты, вебинары, видеоинтервью, видеоролики, мультфильмы. Как всему этому научиться? В этом вам поможет платформа Record Mobile, раздел «Учусь учить». В нем собрано более 30 курсов по обучению и передаче знаний в разных форматах. Вы сможете подготовиться к публичным выступлениям, научитесь проводить вебинары, создавать презентации, видеокурсы, подкасты, аудиолекции и многое другое. Если вы чувствуете в себе потребность обучать других людей и делиться своими знаниями, добро пожаловать в проект «Росатом для Росатома». Для участия необходимо обратиться к начальнику отдела развития персонала Елене Илгашевой. Телефоны 631-14-719-04. Или к руководителю проекта «Росатом для Росатома» Корпоративной академии «Росатома» Людмиле Аверьяновой по e-mail. Для работников концерна «Росэнергоатом» работает сервис «Карьерное консультирование». Карьерная консультация от экспертов, прошедших специальное обучение, поможет сотрудникам выбрать направление карьерного развития в зависимости от личностных особенностей и мотивации, составить индивидуальный план развития, выбрать отраслевую программу развития, подготовиться к обсуждению своего карьерного плана с руководителем. Карьерная консультация поможет руководителям подготовиться к обсуждению карьерного плана с кандидатом в резерв, резервистом, преемником, сформировать у сотрудников высокий уровень зрелости по управлению личными карьерными ожиданиями. Чтобы записаться на карьерную консультацию, необходимо 1. Обратиться к начальнику отдела развития персонала Елене Илгашевой 2. Заполнить анкету и направить ее на e-mail резерв-собака-росэнергоатом.ру Шаблон анкеты размещен на локальном сайте Смоленской АЭС в закладке «Анонсы и афиши». 3. Получить в течение трех дней на свою электронную почту ответ с датой и временем консультации. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова